В научно-клиническом центре Казанского федерального университета прооперировали пациента с лимфодемой с помощью инновационной методики. В прошлом году девушка обратилась к ведущим специалистам центра лимфологии с осложненной первичной формой лимфодемы. Осложнения привели к слоновости нижних конечностей пациента, фиброзному, деформирующему поражению мягких тканей ноги, ограничивающих подвижность пациента. Ранее пациенту было проведено несколько операций в других клиниках, но они не привели к значительным улучшениям состояния. Для того, чтобы избавить девушку от лимфатического отека, врачи Центра лимфологии научно-клинического центра Казанского федерального университета совместно с коллегами отделения пластической хирургии клиники МИДСИ применили инновационную методику лимфовинулярный анастомоз, то есть операция с использованием микроскопической навигации. Провели вначале консервативное лечение, максимально подготовили эту пациентку, прообследовали, сделали максимальное обследование и МРТ-лимфографию, и ICG-лимфографию. То, что практически нигде ни в одном центре в России не проводится одновременно и того, и другого. То есть здесь мы одновременно это провели и получили более такую серьезную картинку, на которой мы можем понять, что даст ли результат эта операция или нет. Потом мы, соответственно, провели операцию. И операция тоже не просто так вслепую. Операцию провели Айгиз Фисханов, сердечно-сосудистый хирург, руководитель Центра лимфологии научно-клинического центра Казанского федерального университета, а также пластические хирурги клиники МИДСИ из Санкт-Петербурга Герман Медведев, Денис Соломицкий. В ходе операции для визуализации лимфатических сосудов проводилась еще одна уникальная процедура ICG-лимфография. Это исследование, которое позволяет более точно определить состояние дренажа при лимфатическом отеке конечностей. Подробные микрохирургические операции проводятся только в нескольких клиниках России – в Москве, Санкт-Петербурге и Томске. Теперь к списку городов добавилась и Казань. В том виде, который мы сейчас провели, с предоперационной подготовкой, со всеми этапами предоперационной диагностикой, интероперационной диагностикой и послеоперационным лечением, то есть в таком виде мы в России первые сделали. Можно ли делать просто по отдельности? Можно. Просто эффективность по данным мировой литературы будет лучше, если вот именно полностью соблюсти всю методологию. Благодаря техническому и научному прогрессу лимфедема давно перестала быть неизлечимым заболеванием. Специалисты научно-клинического центра Казанского федерального университета помогают пациентам на всех этапах лечения – от правильной постановки диагноза до подбора компрессионного трикотажа и индивидуальной программы реабилитации. Сочетание возможностей хирургического лечения лимфодемы с наличием стационарного отделения по лечению лимфодемы позволяет достигнуть оптимальных результатов и добиться стойкого снижения лимфатических отеков. Для такой операции нужен супермикроскоп для супермикрохирургии. Есть обычная хирургия, наша общая хирургия, есть микрохирургия. Это когда хирург сшивает сосуды диаметром более 1 мм, считается микрохирургией. Мы же работаем на уровне супермикрохирургии, когда диаметра сосуда у нас меньше, чем 1 мм. Фактически они сшиваются под большим увеличением с помощью специального большого операционного микроскопа. И шовный материал в данном случае фактически в 3 раза тоньше вашего волоса. Поэтому им нужно работать. Для этой операции нужен как шовный материал специальный, так и инструмент специальный для супермикрохирургии. Обычным микрохирургическим инструментом такие операции не сделать. Пациенту предстоит пройти еще несколько послеоперационных этапов. Будут проводиться перевязки, лимфодренажный массаж. Также в индивидуальном порядке заказан специальный компрессионный трикотаж плоской вязки, который сшит по размерам девушки. После прохождения реабилитационного периода ведущие специалисты в области хирургии ожидают уменьшения в объеме и диаметре нижних конечностей. Алина Красильникова, Фаридзе Хитуглы, Универньюз.